Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». И сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. Она начинается словами «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог Отцов ваших, дает вам в наследие». Вот здесь мы видим, что закон Божий является источником жизни. Чтобы вы жили, поэтому надо исполнять, как мы сейчас прочитали. Значит, отказ от норм синайской морали и евангельской морали – это путь смерти. «Не прибавляйте к тому, что я заповедал вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую». Эти слова отнюдь не означают, что нельзя интерпретировать закон. Собственно говоря, интерпретацией Пятикнижия Моисея являются книги пророков, Набиим и все писание, то, что по-еврейски называется Кетубим. Таким образом, Пятикнижия раскрывается очень подробно в остальных книгах Ветхого Завета и тем более в нормах этики и морали Нового Завета. Но нельзя касаться текста в этом смысле – ни прибавить, ни убавить. Нечто подобное мы читаем в окончании Нового Завета. Там сказано то же самое, нельзя прибавлять и убавлять. Но есть интерпретация, раскрытие новозаветных текстов в традиции святых отцов, то, что мы называем священное предание, и в учительстве современной нам Церкви, которая адаптирует писание и предание к современным нуждам народа Божия. Глаза ваши видели все, что сделал Господь Бог наш с вал-фигуром. Всякого человека, последовавшего вал-фигуру, истребил Господь Бог твой и среды тебя. А вы, прилепившись к Господу Богу вашему, живы все до ныне. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ею». Вот это новое поколение воспитал сам Моисей, а их отцы и деды, они костьми легли в пустыне. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». То есть назначение еврейского народа заключалось в том, чтобы они были бы народом-светочем, который являл бы людям красоту Божьего закона Торы. Но, к сожалению, они замкнулись сами в себе и сами на себя, проявив эгоистический тип религиозности. Далее, седьмой стих. «Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем Его? Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» То есть евреи должны были явить всему миру красоту этих заповедей. Далее, девятый стих. «Только берегись и тщательно храни душу Твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза Твои, и чтобы они не выходили из сердца Твоего во все дни жизни Твоей, и поведай о них сынам Твоим и сынам сынов Твоих». Вот это заповедь о том, что мужчина обязан обучать своих детей и своих внуков. Здесь мы прочитали, что надо проповедовать, наставляя сынам и сынам сынов, то есть внукам. «О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом Твоим при Хариве». То есть об этом должны были свидетельствовать. Но эти люди не стояли при Хариве. Если они и стояли при Хариве, они были малолетскими. По малолетству они могли многого не помнить. Но они должны были изучать закон так, как будто бы вот это тот закон, который Бог дал каждому из них персонально. Как Бог в руки Моисея вложил скрижали, так и они должны это воспринимать. «О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом Твоим при Хариве в день собрания, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся, боятся меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». То есть надо наставлять людей в богобоязненности, потому что страх Господен – начало премудрости. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак». То есть о чем это? Приблизились богобоязненностью и страхом, потому что вся эта гора сотрясалась. Огонь до самых небес, тьма, облако и мрак. «И говорил Господь к вам на горе, и среды огня глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». То есть никакого очертания не было. «И объявил он, то есть Господь, вам завет свой, который повелел вам исполнять десяти словия, и написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». То есть Моисей свидетельствует о том, что он сам слышал от Бога, но когда он воспроизводит слова Бога, Бог сам свидетельствует о своем законе. Таким образом, два свидетельства здесь – и Моисея, и Господа. Далее. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариви и среды огня». То есть никакого очертания у Бога нет, потому что Бог вездесущий. «Дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, который в водах ниже земли. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Здесь мы видим, как заповедь о кумирах, она излагается более подробно, о чем мы говорили в нашей первой беседе на книгу «Второзаконие», что все заповеди здесь даются более подробно и более строго. «А вас взял Господь Бог и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно». Его удела, то есть отделенные от всех остальных. «И Господь Бог прогневался на меня» – это уже свидетельствует опять Моисей – «за вас, и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». «Я умру всей земле, не перешед за Иордан, а вы перейдете и овладейте той добрую землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь, поедающий Бог ревнитель». Вот в тексте «Исход» говорится «ревнитель», но нет вот этого добавления «огонь поедающий». Все эти добавления, они сообщают дополнительную строгость заповедям, и я объяснял ранее почему. «Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и, долго жив на земле, вы развратитесь, и сделаете извояние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю для наследования которой вы переходите за Иордан. Не прибудете много времени на ней, но погибнете». Никаких таких угроз в 20 главе книги «Исход» мы не находим. «И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь, и будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душою твоей». Вот здесь говорится о том, что наказания Божьи имеют педагогический характер. И если человек, находящийся под наказанием, переживает то, что называется покаяние, по-еврейски «тешува», Бог меняет отношение к этому человеку. «Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза Его». Оказывается, скорби Господь для этой цели и посылает нам, чтобы мы более ревно обращались к Нему. «Господь Бог твой есть Бог благий и милосердный, а выше мы прочитали, что Он есть огонь, поедающий Бог ревнитель». Имеется в виду, что Господь действует в этом мире как правосудный и как милосердный. Его милосердие – это как бы правая рука Бога, его правосудие – это левая рука Бога, его милосердие говорит нам «да», его правосудие говорит нам «нет». Но в божественном «нет» всегда присутствует божественное «да». Как и в божественном «да», всегда присутствует божественное «нет». Вот так очень интересно учил один немецкий богослов. Действительно, суд Божий, он не без милости. И милость Божия имеет пределы и ограничения. Поэтому никто не должен злоупотреблять божественное правосудие и божественное милосердие. Господь Бог твой есть Бог благий и милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвенно утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле. И от края неба до края неба бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Далее Господь отвечает, что он имеет в виду. Слышал ли, какой народ глаз Бога живаго, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли, какой Бог, пойти взять себе народ из среды другого народа казнями и знамениями, чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как и сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими. То есть от времени сотворения человека до времен Моисея ничего подобного не происходило ни с каким другим народом. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь, Бог твой, есть Бог, и нет еще, кроме Его. Действительно, хотя в мире есть так называемые боги, но это ложные боги, но Господь един, и никакого другого Бога не существует. «С неба дал Он слышать тебе глаз свой» весь народ слышал голос Бога, когда он давал заповеди. «Дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня». То есть вся гора Синайская, она была обхвачена пламенем. «И так, как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас потомств твоих после них, то и вывел тебя Сам великой силою Своей из Египта». Господь обращается к ним в единственном числе. «Тебя», Он не говорит «вас», подчеркивает, что тогда еврейский народ был единодушен, поэтому Господь и совершал великие чудеса и знамения для них. А если в наше время Господь не совершает таких великих чудес и знамений, это связано с тем, что мы разобщены. И когда православный поносит другого православного, распространяет какие-то наветы, слухи, только за это Господь не будет посылать помощь никому из нас. И Господь посылал все эти знамения для чего? 38 стих. «Чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и вести тебя, и дать тебе землю, их в удел, как это ныне видно». При всем при этом мы знаем из Писания, что Бог дал эту землю евреям и потому, что они были лучше других, а потому, что те другие были слишком грешны. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». Вот это уточнение очень важное, потому что неким людям казалось, что Бог евреев это Бог гор, так как Он является на горах, то, может быть, Его нету, скажем так, на земле. А здесь говорится о том, что наш Господь и на небе вверху, и на земле внизу, и везде Его власть она распространяется. «И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда». навсегда имеются в виду те верные, верный остаток, отношения к которым Господь не меняет. Но даже грешные, если они каются, Господь восстанавливает хорошее отношение с ними. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана, на восток солнца, «Чтобы убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтобы убежав в один из этих городов остался жив». Здесь прямая речь Бога и прямая речь Моисея прекращается. Это значит, что этот фрагмент составлялся отдельно, возможно, речь идет о том, что записи ввел боговиц Моисей. И он здесь о себе говорит в третьем лице. Город-убежище – это город, куда убегал человек, которого обвиняли в убийстве. И он там мог находиться, и никто не имел права забрать его из этого города, потому что закон Божий устанавливал, что надо разобрать этот вопрос. Бцер в пустыне на равнине в колене Рувимовом и Ромов в Галааде в колене Гадовом, то есть для каждого колена давались соответствующие города, города-убежище. И Голан в Ассане в колене Монасина. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым, вот повеление, постановления и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым в пустыне по исшествию их из Египта. За Иорданом на долине против Беффегора в земле Сигона, царя Амарейского, жившего в Осифоне, которого поразил Моисей сынами Израилевыми по исшествию их из Египта. И овладели они землею его и землею Ого-царя Вассанского, двух царей Амарейских, которые, то есть это земля за Иорданом к востоку Солнца, начиная от Роера, который лежит на берегу потока Арнона до горы Сиона, она же Ермон. И всею равниною по эту сторону Иордана к востоку до самого моря равнины при подошве Фаски. Вот, читая книгу Второзакония, мы видим, что одни и те же места имели разные наименования у язычников и у евреев. А вот это обстоятельство должно научить нас тому, что мы не должны своим детям давать имена, которые не присутствуют в Святцах. И называть местность каким-то словом, которое не освещено традицией нашего народа, чтобы выдерживать стиль собственного языка, не отступать от его норм. Это очень важно. Потому что, когда люди теряют свои имена, когда названия улиц непонятно, в честь кого даются, все это очень опасно. Это форма обмерзвления, то есть форма отступничества, такой апостасийный процесс. Итак, сегодня мы сделали просмотр четвертой главы. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать пятую главу этой книги. Спасибо вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok